Так что, ребята, видите, как удобно, я бы с удовольствием открыл бы эту дверь и дышал бы свежим воздухом, потому что единственное неудобство, которое мне нравится. Так, ребята, сзади полицейская машина едет, больше свободы своим водителям. Всем привет, друзья! В общем, за мной стоит Кенворды 680. В нашей компании не хватает траков и трейлеров, и мы решили покупать Кенворды. Таких траков у нас в компании не было. У нас были только фритлайнеры Вольбо. Мы решили сейчас разбавить и попробовать новые Юнити. Легендарные такие американские траки, да, в основном эти американцы любят. И, в принципе, наши вот, кто такие олдскулные драйвера, они любят Кенворды и Петербилд. Так что давайте мы сделаем полный обзор, посмотрим, почему они любят именно эти траки. Я хочу сразу подчеркнуть, вот в этом траке, что мне больше всего понравилось, да, я могу сказать, прям молодцы, кто делает Кенворды, да, это вот лестницы. Особенно для тех людей, для больших, толстых людей, которым тяжело подниматься, спускаться, им сделали вообще классно. Смотрите, очень легко, очень широко сделали. Вот я сейчас покажу демонстративно, насколько это удобно спускаться. Просто спускаешься, даже ничего не держа, да, это прям молодцы. Видите, как красиво, широко, да, очень просторно это сделали. Потому что за это, Кенворд, вам я ставлю пять. Дальше юбки, да, вот эти юбки, они тоже сделаны очень интересно, какие-то ребра сделаны, да, очень красиво. И мне, я бы отметил бы, что они черного света, это все хорошо, потому что вот когда где-то там повреждается, а когда ставим новые юбки, да, на белые траки приходится их красить, эта краска дороже всего, самой юбки выходит в целом. Поэтому здесь черные, ставишь черные и экономишь деньги. Фьюлтанк здесь, конечно, сейчас небольшой, в нем 110 галлонов и он алюминий, так что, в принципе, пока будет достаточно, но мы бы иногда предпочитаем ставить больше. Но есть другая проблема, когда ты большие фьюлтанки ставишь, да, то идет перевес на переднюю оси иногда. Поэтому вот с учетом этого мы сейчас чуть-чуть нашу политику пересмотрели, возможно, мы не будем ставить очень большие фьюлтанки в будущем. Боковая сторона, водическая сторона, видите, все сделано заклепками, да, там сделано в таком классическом, олдскульном варианте, хоть трак 25-го года, да. А так, смотрите, боковой кармашек вот такой, он отсюда, если смотреть, очень просторный, очень много чего можно разложить. Как раз вот, кому является трак домом, это будет очень удобный трак. Все, закрывается на ключ, дальше идем. Вот тут, мне кажется, единственная главная боль будет вот эта штучка. У меня бы, это именно Air Hoses, если было бы закреплено подальше, это было бы лучше, потому что мы будем устанавливать Hydrak, зашел бы внутрь, это было бы лучше. Потому что, представляете, если возьмем, установили Hydrak примерно вот где-то здесь, если он займет столько мест, то вот туда, мне кажется, когда FIS-FIL вперед двинешь, то тренер будет задевать Hydrak. Поэтому, возможно, я поговорю с ребятами, мы что-то придумаем, чтобы вот Air Hoses, начало, да, их как-то внутрь спрятать, что ли. Потому что вот единственное неудобство, которое мне нравится. А так, сзади очень ничего лишнего, чисто вот Кенвертовский вариант. И, конечно, все эти диски сделали алюминий, чтобы было легче. Тайрс, получается, Continental. И что мы делаем? На все тайрсы мы когда берем с дилерской, мы сразу делаем alignment, балансировку колес, подтягиваем, где нужно подтянуть. Проверяем, чтобы ничего такого, когда дилерские выпускали, не пропустили, и наши траки по дороге не теряли деньги. Допустим, вот одно колесо стоит примерно там 400 долларов. Это колесо, если съесться, то мы потеряем, если умножить 400 на 8, то потеряем очень много денег. Переднее вообще стоит там 600-700 долларов. Они, если, короче, при неправильной балансировке, да, если есть там alignment нарушен, балансировка, развал схождения нарушено, то колеса мы потеряем очень быстро. Это потеря денег. Поэтому лишний раз проверим, закрепим, выпустим на дорогу, и мы спокойны, и водитель спокойны. Так что, ребята, дальше, пойдемте дальше. Что еще хорошо, это 5-е колесо тоже двигается вперед-назад. Подушка опускается вверх-вниз, это удобно. Особенно это физфилд, когда двигается, это очень хорошо. Иногда бывают такие тяжелые грузы, и там не хватает чуть-чуть веса, да, то есть передвинуть. И вот как раз 5-е колесо это очень сильно помогает, особенно на флотбетах. Этот трак, кстати, поедет на флотбет. Дальше, ребята, в общем, все новое, все классное. Что мне нравится, видите, дизайн, как-то у них сделано очень красиво тут. С заклепками как-то смотрится, вот сохраняется стиль Кенворда, Питербилда, да. Такой траков классиков сохраняется, это уже мне нравится. Знаете, когда я ехал, я заметил, мне кажется, что зеркало меньше, что ли. Чуть-чуть на обзорность не хватает. Как, допустим, сравнить с Вольво, точно не хватает. С фертлайнером, не знаю, фертлайнер, наверное, лучше, не знаю. Кстати, что об этом думаете, пишите в комментариях. Мне кажется, видимость здесь чуть-чуть хуже, чем в фертлайнере. Или примерно так, ну, окей. Еще, что мне нравится, это оптика, это очень интересно сделано, да, с ребрышками, с капотом. Обтекает очень интересно, придает такой брутальности, да, дерзкости. Не знаю, впереди мне Кенворд нравится больше всего. Вот смотрите, даже трогаешь гриль, если в фертлайнерах и Вольво, там, гриль пластмассовый, тебе страшно, что если что-то коснется, он может там, в общем, посыпаться. А тут чувствуется прочность, да, такое богатство, да, что в том плане, что это не дешевый сегмент. Так что это очень интересно. И плюс, конечно, мне вот общий обзор, если смотреть, самого трака, смотрите, какой он брутален, да, какой он красив. И поэтому я понимаю тех любителей, именно Кенвордов и Петербилдов, которые никогда не поменяют, не изменят своему вкусу, своему выбору. Я их сейчас понимаю, да, сегодня проездив на этом траке, это другой вкус. Это вот понимаем, что эти любители никогда не изменят и не пересядут на фертлайнерах Вольво. Самое главное им, чтобы трак не ломался, ездил, зарабатывал. Так что, ребята, давайте прокатимся и посмотрим, как он будет себя вести на дороге. Так что поехали, покатаемся. Ребята, в общем, мне нравится, как трак едет. Шумка мне нравится, очень тихо здесь, достаточно хорошо держит трассу. Когда руль на поворотах поворачиваешь, чувствуешь вот эту тугость, туго поворачивает. Прямо такое ощущение, как будто реально ты трак водишь, да. Вот, допустим, на Вольво мне часто приходится подруливать, да. А тут нормально, держишь и держит полуполосу хорошо. Это очень классно, я это люблю. Я больше люблю фертлайнер именно на трассе, потому что ты держишь трак более уверенно, да. То есть трак держится более уверенно на дороге, это мне больше нравится. Я думаю, Петербилд и Кенварды всегда славятся за своей устойчивостью. Они даже говорили, вот давайте мы сейчас отпустили руль. И вон он едет. Вот он едет. Вообще классно едет. Видите, да, я отпустил руль. Конечно, я сейчас на поворотах буду чуть-чуть подруливать. Хорошо держит, классно держит, кстати, ребята. Вот я вам показатель устойчивости Кенварда. Кенварды и Петербилд, они ценятся своей устойчивости. Это хорошо в том плане, что ты едешь на дальние дистанции, ну, меньше устаешь. Вот это преимущество. Расход топлива сейчас 8 мпек. На один голом проедется 8 мм. Это очень хорошо, но учитывая то, что мы едем на Бобтель, это нормально. Мы это должны заценить во время, когда он будет кататься регулярно с грузами. Это будет вот, тогда будет более понятно. Потом, саспеншн лоуд, то есть какая нагрузка идет на саспеншн. Это тоже, видно, это тоже очень удобно для наших водителей. Когда они будут брать груз, мы будем примерно видеть, сколько, какой вес на этом траке. То есть какой вес на саспеншнах, и тогда это будет регулировать. Это очень хорошо, чтобы водитель не поехал на скейл, потом он перевесился. Он понял, что это там овервейд, то есть перегруз. И обратно не ехал с шипером, что переставили. Сразу на место увидел, и дальше едешь. Дальше я вижу вот диджитал дашпорт полностью. То есть показывает 72, я сейчас еду. То есть на тахометр показывает 13, где-то с копейками. Этот круиз-контроль включен. На скорости 12, на 12-й скорости еду. И снизу показывает миль. И тут показывает трип. На каком, то есть можно нажать и, допустим, указать трип. С одного овел-чейнджа на другой овел-чейндж, это тоже будет хорошим показателем. Очень круто. Мы, наконец-то, взяли наш флит Кенворды. Потому что у нас до этого только были Вольво ферклайнеры. Мы решили попробовать Кенворды. И посмотрим, будет ли проблема, не будет ли проблемы. Это посмотрим. Но мне и мастера, и, в принципе, люди посоветовали, что сказали, что именно Кенворды на камень с двигателями, они нормальные. То есть они не сильно проблемные. Мы это взяли для того, чтобы выпускать наших водителей. Водители ждут в очереди. А траков нет. Есть, конечно, траки, но у них там цены слишком дорогие. Бешеные цены. Поэтому мы решили по доступным ценам взять Кенворды. Но к этому надо траку привыкнуть. Потому что после Вольво ферклайнеров он будет казаться новым, другим. Вот видите, на поворот заезжаем, и руль такой чуть-чуть туговатый. Это хорошо и, возможно, где-то плохо. Люди привыкшие. Возможно, девушкам будет машина казаться грубее. Так, ребята, сзади полицейская машина едет. И ты всегда думаешь, не за мной ли едет. Нет, не за мной. Он повернул в другую сторону. Кстати, ребята, всем совет. Когда вы капот открываете с двух сторон, не забывайте закрывать с двух сторон. Потому что к нам устраивается один водитель. И он, оказывается, получил вайлэйшн. Он, в общем, поторопился. Одну сторону закрыл, другую сторону не закрыл. И при проверке полицейскую видели и дали, короче, то, что капот не закрыт. Хоть он наполовину был закрыт. Поэтому вот такие мелочи. Просто не забывайте, потому что это придирчивые полицейские могут вам дать вайлэйшн. Будьте осторожны. Так что давайте откроем сам двигатель, посмотрим. В принципе, не тяжело. Ну что, пойдемте смотреть. Cummins X15, то есть X15. Один из плюсов именно двигателя Cummins, это экономность. В отличие от того же Детройта и так далее, говорят, что это экономнее. Мы это на деле посмотрим. И еще один плюс. Cummins, это вот, если возьмем Детройт. Если ты фритлайнер сломался с Детройтом, нужно заезжать там, ну, по гарантии в дилерскую, то их меньше. Примерно по всей Америке где-то 5 тысяч дилеров, плюс-минус. Cummins выпускает именно двигатели, и они по всей Америке где-то их 30 тысяч. То есть, если ты по гарантии заходишь в дилерскую, то вероятность, что это сделает тебе быстрее, это намного лучше. То есть, очень сильных очередей не бывает на двигателе Cummins. Поэтому это один из плюсов, ребята, вот то, что мы взяли. И посмотрим, что будет в нашем флите, потому что с прошлого года, где-то около года, мы используем один трак, Cummins двигатель. Пока проблем нет, все хорошо, дай бог так и будет. И поэтому спустя год, посмотрев на тот трак, мы решили взять Кенвордс, именно Cummins двигателем. Что будем постепенно показывать обзор, через некоторое время сделаем, наверное, спустя там пару лет. Обязательно сделаем обзор, что было, стоит ли покупать этот двигатель, или не стоит ли. Так, ребята. А так, в целом, что показывает, в принципе, новый двигатель, красный, красиво смотрится, все классно. И чуть-чуть, конечно, оказывается, чуть по-другому. Видите, оказывается, расширительный бачок находится там. У Volvo и этот фроттайнер находятся там. Ну, отличия какие-то есть, но, я думаю, об этом детально не будем, наверное, рассказывать, потому что у нас не технический обзор, а в целом обзор самого тракта. Так что, ребята, переместимся и посмотрим интерьер. Руль. Он сделан довольно качественно. Это мультируль. Отсюда управлять можно панелью полностью, то есть едешь и управляешь. Переходим на панель. Панель сделан такой, digital dashboard, да, то есть он такой, цифровой панель. Видно все, что важно, все, что нужно. Это вот батарея, время, температура на улице, mileage и, в общем, тахометр. А если дальше скроллить, то здесь интересно начинается то, что ты можешь кастомизированно для себя, можешь сетап сделать, какой ты хочешь, что ты хочешь видеть. То есть это очень интересно, то есть что тебе важно, сделал для себя удобным и будешь ездить. Это очень удобно. Если дальше переходим, то кнопки, в принципе, все необходимые, такие большие. Еще мне нравится здесь дополнительное место, где ты можешь телефон просто поставить, телефон будет лежать. И это удобно, потому что у многих в воле-фротлайнерах ты не знаешь, куда телефон деть, куда поставить. А так по качеству, если дальше самого панели, то есть это очень интересно. Панель, она качественная, нигде ничто не дребезжит, ничто там не скрипит. В общем, это сделано очень добротно. Сиденье тоже, в принципе, управляется, как ходить, да, там можно управлять, не знаю, в любом положении, да, двигать это вперед-назад, вверх-вниз. Кстати, единственное неудобное, это вот, мне кажется, вот это. Когда ты едешь, если ты хочешь двинуть сиденье вперед или назад, то приходится вот так наклоняться, это не совсем удобно. Один из плюсов, что я заметил именно в Кенварде, это вот, видите, козырьки, как опускается, да, это хорошо. Это опускается, иногда бывает сбоку тебя бьет, а иногда бывает вот солнце примерно вот так бьет, и ты его не можешь. И тут есть дополнительный козырек. Это очень удобно, когда ты едешь вот в большие расстояния, именно солнце тебе, когда по глазам бьет. Солнце защитные очки, ничего не помогает, когда вот суда бьет. Так что, ребята, это очень удобно, на самом деле, сделано. И, конечно, вот этот, видите как? Замечали, кстати, когда едешь по улицам, дети выбегают и так, вот так показывают. Это они говорят, короче, по сигнале. Я вначале впервые, когда вышел с тракт, не знал, а потом я понял, и потом я всегда сигналил. Так что, ребята, давайте мы сейчас перейдем назад и посмотрим на самое важное место, где водитель проводит где-то минимум 40% времени здесь. Он отдыхает, восстанавливается, образовывается, развлекается, короче, все что угодно делает. Это самое важное место, да? Тут мне нравится вот этот стол, их здесь, видите, он так закреплен, хорошо держится. Ну и чтобы его повернуть, вот эту кнопочку здесь нажимаешь и поворачиваешь все. Все, он закрепился. Ты можешь здесь, в принципе, просторно, можешь смело кушать, не знаю, там, работать, монтировать, все что угодно. Нажимаешь на освещение, все, включил, и у тебя, в принципе, все здесь видно, все понятно, да? Дальше переходим. Конечно, они до сих пор пользуются Kenworth прикруителями, да? Здесь, конечно, мне кажется, если поставили это Type-C или USB-C хотя бы, да, то было бы это намного удобнее, мне кажется. И, конечно, это вот отсюда можно это маленькое окошечко открывать, чтобы сюда попадал воздух, вот. Вот, это вот, открываете, плюс, конечно, есть emergency-выход, выход. Так что, ребята, видите, как удобно и классно, мне кажется, вот, если ты спишь где-то на обочине, я бы с удовольствием открыл бы эту дверь и бы дышал бы свежим воздухом. Так что, я думаю, это вот опять Kenworth сохраняет свои традиции и дает больше свободы своим водителям. В общем, друзья, очень интересное решение, мне это нравится, что вы об этом думаете, пишите опять в комментариях. И переходим по полочкам. Давайте отсюда начнем. Вот полочки. Вот такие полочки для вас вещей, там, для какого-то стафа. Это место, конечно, мне интересно тем, что, то есть, вы закрепили микроволновку, ремнем затянули. И вот это мне больше нравится, что для безопасности есть такой барьер, так сказать, чтобы закрепили, и чтобы он не выпал на всякий пожар, это закрепили. Дальше переходим, это полочка со всеми своими кармашками. И тут очень интересно то, что, наверное, сделано для высоких американцев. Зеркало, я вижу только мои глаза, больше не вижу. Чтобы дальше увидеть, я должен, мне кажется, подпрыгнуть или вставить туда. В общем, при моем росте метр семьдесят, рассчитан, наверное, на метр девяносто двухметровых, наверное, хотя бы. Дальше холодильник родной. Он очень, смотрите как, очень интересно, да, он прям выезжает сюда. Но он маленький. В принципе, это хорошо, в том плане, что водители могут оставить еду, уйти куда-то, несколько дней он будет охлаждать. Это очень удобно. Дальше, ну, только тоже полочка. В общем, в целом, если сравните Volvo и Freeliner, и Kenworth, Kenworth уступает тем, что здесь мало полок. В Volvo и Freeliner очень много шкафчиков, очень много полочек. Можно просто со счета сбиться. Это плохо тем, что иногда ты не можешь найти то, что поставил. Кстати, как матрас надо поднимать? Чтобы матрас поднимать, ты прямо поднять не сможешь. Это будет, короче, упираться сюда и будет блокировать. Нужно развернуть стол, потом открыть снизу. И все, и у вас вот решение. В принципе, достаточно просторно, очень много мест. Особенно, вот, кому является трап-домом, да, это можно очень много вещей положить и кататься смело. Тут пространство больше, чем у этих Freeliner и у Volvo. В общем, друзья, это панель управления. В принципе, все понятно, все так же. Кнопочки так же, потому что дизайн интересный. Здесь полочка, опять зарядочка. Все, больше ничего лишнего. Самое необходимое здесь есть. Давайте мы откроем второй этаж и посмотрим, как оно выглядит. Вот, вот, таким образом. В принципе, да, достаточно просторно. Только единственное удобство второго этажа, это люди с большой массой, они им туда выбираться будет тяжело. Поэтому это чуть-чуть, наверное... Но Freeliner, наверное, рассчитывает на таких крепких ребят. Крепкие, которые смело могут забраться туда. Так что вот такой обзор в целом, ребята. Что вы думаете об интерьере этого трака? Как вам? То есть мы пытались сравнить именно Volvo Freeliner и Kenworth. Я думаю, это вам более познавательно и интересно. Что я не затронул, где я пропустил, или я где-то что-то по-другому, по вашему мнению не сказал, обязательно пишите в комментариях. В этом салоне мне нравится то, что он светлый. Светлый, материалы сделаны очень такие качественные. И в этом плане дизайнеры именно Kenworth, да, они молодцы. Я сказал бы, со вкусом сделали. И как раз когда является трак вашим домом, да, то есть это ваше рабочее место, оно темного цвета, вы перешли на яркую сторону, да, отдыхать. И я думаю, это тоже будет влиять на ваше настроение, на ваш настрой. Так что это очень хорошее решение, молодцы. Так, ребята, вот здесь спереди посмотрим полочки, да, они маленькие. Вот тут сюда, я не знаю, там папочка поместится, не поместится, фондер этот маленький. Все. И тут, видите, у фритлайнера и Вольво здесь они большие прям, они прям заморочились. Вот тут тоже очень маленькая, в общем, мест мало. После Вольво фритлайнера, мне кажется, водитель будет искать полочек, мест, чтобы свои вещи разложить. А так, в целом, честно говоря, мне трак нравится. Для меня бы вот этого места более чем достаточно хватило бы, да. Думаю, наш водитель все равно будет с кайфом ездить на этом траке. Кстати, я еще один из минусов видел. Увидел, что вот единственный USB для зарядки, вот только один, на магнитоле. Больше нету. Остальные нужно через пригуритель подключать. Это, думаю, один из тоже минусов этого Кенбарда. Ну что, ребята, заедем и помоем трак. Давайте, я сейчас здесь повернусь, развернусь. Классно, что я не вижу очереди на мойке. И будем мыть трак. По-моему, вот тут ни одного трака не вижу. Пойдем, бегем. Вообще, ребята, так. Ради вас моем. Получается, вот обычная просто мойка стоит 44 доллара 99 центов. Мы добавили таре дрессинг, опять, чтобы вам было приятно. Это стало 8 доллара 99 центов. Трактор вакс. Это стало 9,99. Чтобы вам хорошо помыли, да, чтобы вам прям очень классно было, приятно было смотреть. И итогово, в общем, 63,97 центов мы заплатили. Потому что, ребята, видите, ради вас, ради красивой картинки, чтобы было вам приятно смотреть, на что только не идем. Поэтому обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь, чтобы у меня больше было мотивации вам снимать. Потому что все это мы делаем бесплатно. Я плачу там оператору, монтажеру, там целой команде зарплату. Покупаем оборудование, чтобы вам было приятно смотреть. Только поэтому вы должны нас поддержать, чтобы мы с удовольствием эти деньги тратили, с удовольствием вам создавали классные контенты. Тем больше будет подписчиков, тем больше будет просмотров. У меня, конечно, будет мотивации еще там интереснее, круче находить героев, материалов создавать. Потому что, ребята, давайте вместе расти и вместе делать интересный контент. Вы увидите, наверное, с вашей стороны, что видите, идет такая четкая мойка. Вот тогда мы, когда мыли тогда, они пробежались только с этим оборудованием. То есть, вот это четко, автоматическое, да, они промыли. А сейчас, видите, они там этими щетками ручную промывают, там, что-то, какую-то там жидкость посыпали. В общем, это интересно, видите. Пока щетки еще не включили они. Включатки, не знаю. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, прокатившись на этом траке, ты четко понимаешь, почему американцы предпочитают Кенворд и Питер Голды. И это их, они от этого получают кайф. Поэтому с этим траком, что будем делать и как будем выпускать. В общем, этот трак выйдет на этот флотбет. Мы будем, установим туда хидрак сзади, установим спереди, чтобы олени там, убивать и сохранять наш трак, мы установим обязательно Диргарды, Кенвиль конгурятники. Сделаем элайменты, балансировку, потянем везде. В общем, подготовим на дорогу. Мы установим туда самсару камеры, чтобы мы видели, что наш водитель едет безопасно. Также мы наклеим себе сайны и выпустим на дорогу. То есть трак будет полностью подготовленный и смело будет зарабатывать в просторах Америки. Наверное, главный вопрос у всех, какая цена этого трака. В общем, этот трак стал нам 178 тысяч, включая гарантии на 5 лет. И, в общем, если что-то будет серьезное, какие-то поломки, то у нас дилерские будут по гарантии закрывать. Это хорошо, но дай бог, что трак не будет ломаться. Он будет ездить и зарабатывать, чтобы мы не теряли время и не беспокоили наших водителей, чтобы не менять траки. А так, что вы думаете об этих траках, ребята? Это кто-либо из вас катается на таком же Кенворде, ты 680, и как он себя ведет, пишите обязательно в комментариях. А вот те, которые скажут, что этот трак говно, им никогда не пересядем, пишите, почему вы так думаете, пишите аргументами. Давайте мы обсудим об этом. Если будут такие хорошие, интересные аргументы, мы можем дополнительно снять видео и обсудить. Так что вы пишите комментарии, а мы будем отвечать с обзором видео. А так, ребята, чтобы были в будущем такие интересные обзоры, интересные видео выпускались, мотивируйте меня лайками, комментариями и делитесь, где можете. Так что, ребята, до следующей встречи. Всем пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok